Азербайджан добился победы. Освобождены в ходе упорных боёв значительные участки территории Азербайджана. Азербайджанские вооружённые силы достаточно мощны и эффективны для того, чтобы решать свои задачи самостоятельно. Я согласен с такой оценкой. Азербайджанская армия одна из лучших на постсоветском пространстве. Если в 92-м, 93-м году их армия представляла собой скопище случайных людей, включая даже высшее военное руководство, включая министра обороны даже, то сейчас у них есть инструмент для решения важнейших внешнеполитических вопросов. Что им не удалось решить сегодня, они решат обязательно в будущее. К тому времени его вооружённые силы только усилятся. Там проведут необходимую селекцию сейчас и командного состава на всех уровнях, и займутся в очередной раз боевой и оперативной подготовкой на совершенно другом уровне. Средства для закупки современного вооружения у них есть. Самое главное, у них есть мощный союзник, это хорошо, но мощный в региональном плане. Что касается армянской стороны, то все векторы, к сожалению, имеют отрицательный характер. Возможность поумнеть некоторым армянским лидерам, я начисто исключаю, это лечится только отставками. Больше ничем. Итак, первое. Азербайджан добился победы. Освобождены в ходе упорных боёв значительные участки территории Азербайджана. При этом важно понимать, что боевые действия велись против противника, который несколько десятилетий создавал линию обороны. Речь идёт об армянской стране. То есть несколько десятилетий в условиях горной местности и местности со сложным рельефом создавались долговременные инженерные сооружения, такая вот армянская линия Мажино, которая, как рассчитывали в Ереване, настолько неприступна, что любые попытки азербайджанских вооружённых сил вести операции будут обречены на неудачу. Этот миф опровергнут. По всей линии фронта фактически произошёл прорыв. И если бы не перемирие, то, возможно, мы уже сегодня могли бы фиксировать выход азербайджанской армии на ряд ключевых позиций вглубь территории противника, в том числе и в установлении контроля над столицей мятежной автономии Степанакерта. Не зря президент Алиев чётко сказал в своём выступлении, что Пашинян должен сказать спасибо Путину за то, что он спас Армению от разгрома. Де-факто это действительно так. Я думаю, что у любого военного специалиста даже нет сомнений относительно того, что вооружённые силы Армении готовились к вчерашней войне, а вооружённые силы Азербайджана продемонстрировали войну XXI века. Это активное использование высокоточного оружия, которое обладает избирательными способностями. Это означает минимизация потерь среди гражданского населения и высокоточное поражение целей. Это высокий уровень боевой слаженности войск, грамотное военное планирование, отличная организация системы связи боевого управления. И, безусловно, то, что будет изучаться сегодня во всех ведущих армиях мира, это массированное использование Азербайджаном беспилотников в разведывательном и ударном варианте. Вот масштаб боевых действий, масштаб успешных, исключительно, я бы сказал, успешных действий с применением современных средств войны XXI века, это беспилотные летательные аппараты, как одноразовые. Это то, что называется бражирующими боеприпасами для поражения целей. Фактически один вылет, и миссия закончена поражением целей. И заканчивая глобальной системой наблюдения, связи, управления, которая обеспечила вот этот вот успех прорыва и уничтожения армии противника. Действительно, я хочу сказать, что впервые в современной истории вот велись боевые действия, которые сегодня очень многих заставят сделать кардинальную переоценку роли и места беспилотников в современной войне.